Ярославна – один из старейших торговых домов в центре Сочи. На Большой площади порядка 40 магазинов. Одежда, товары для дома, продукты, кофейни, столовые. Сегодня сюда наведалась специальная комиссия, которая проверяет такие места на предмет безопасности. Проблемы видны, как говорится, с порога. Вплотную к объекту может подъехать любая машина. Никакого контроля со стороны магазина. И войти может тоже абсолютно любой человек. С любыми намерениями. Как вы обеспечиваете безопасность ваших посетителей? Люди заходят, выходят, что-то заносят, выносят. Вы как обеспечиваете безопасность? Как вы контролируете вообще, что происходит внутри объекта? Я уже снаружи не говорю, потому что там вообще никто ничего не контролирует. Вопрос комиссии остается без ответа. В торговом центре нет ни досмотровых рамок, ни физической охраны. Да и система видеонаблюдения не налажена. Монитор с оборудованием запрятан в дальний угол. За тем, что происходит на объекте, никто не следит. А между тем, сюда ежедневно приходят сотни людей. Мы его поставили, поставили оборудование, спрятали в подвале. Никто даже не понимает, не видит, что у вас происходит. Как оказалось, в торговом центре четыре собственника. И кто за что отвечает, разобраться им даже между собой сложно. Кстати, это далеко не первая проверка этого торгового дома. С прошлой прошел год, но так ничего и не изменилось. Рекомендации, которые были выданы в прошлый раз, это 23 марта 2016 года, собственникам торгового дома Ярославна, выполнены не были. Не организованы охранные мероприятия, осмотровые мероприятия. Проверяли сегодня и пожарную безопасность. Замечаний нет, лишь рекомендации. Пульт пожарной охраны здесь надежно спрятан, а должен быть на виду, говорит инспектор. Пульт сам должен находиться там, где постоянно есть кто-то из персоналов. Придется сделать так пока. Понимаете, потому что люди, которые мимо туда-сюда входят, им изменяют все равно. Поставить рамки, нанять профессиональную охрану, да оснастить все входы и помещения камерами, организовать отдельное место с мониторами и человеком, который будет постоянно за ними следить. Таковы требования комиссии. Ну а хозяева в очередной раз обещают устранить замечания. Конечно, мы обязательно, я призываю и все другие предприятия нашего города, что обязательно мы должны себя защитить, и себя защитить, и наших гостей, и жителей города. Все требования по безопасности внесены в акт и будут направлены в прокуратуру. По результатам проверки торговый дом могут оштрафовать и закрыть на 90 суток. Ну а подобные проверки на безопасность сегодня проходят во всех районах Сочи. В списке порядка 250 объектов. Требования к торговым площадкам утвердили на заседании антитеррористической комиссии. Руководителям торговых центров еще раз напоминают, по закону в случае ЧП они будут нести персональную ответственность.